Купите фрукты. А художники говорят, давай лучше мы тебя нарисуем и тебе денежек заплатим. А что я дома скажу? Мол, я же не продала ничего. Меня, мол, рисовали. Меня и наказать смогут. Уговорить продавщицу плавучего рынка стать натурщицей все-таки удалось. Правда, для этого пришлось выкупить у нее целую лодку фруктов. И такая история есть у каждого экспоната на этой выставке. В Азиатское королевство российские художники ездили последние 10 лет. Вдохновлялись природой, культурой. Как результат, более 300 работ. Живопись, графика, скульптура. Для экспозиции удалось раздобыть даже волшебного слона. Вот замечательный слон из Таиланда. Он выполняет желание. Если его немножко потереть и сформулировать желание, оно будет непременно исполнено. Этому слону около 160 лет, а вес почти 170 килограммов. Скульптуру нашли в одном из дворов в глухой тайской деревушке. Купили буквально за бесценок. За 15 долларов. Цену выставили сами жители в уверенности, что тяжелую фигуру невозможно вывести. Но художникам помогло российское консульство. И теперь слон путешествует по России. Кстати, слон – национальный символ Таиланда. Его права даже защищены Конституцией. С животным также связано много суеверий. Например, что в слонов перерождаются только добрые люди. Главная религия Таиланда – буддизм. Ее исповедуют 95% населения. Поэтому многие экспонаты выставки так или иначе связаны с этим вероисповеданием. Монахи в монастырях произвели сильное впечатление на художников. Мне лично в Таиланде очень нравилось, что они необыкновенно религиозные. И эти обряды, их нас очень привлекали как художников. Мы наблюдали простых людей и монашество, как они молятся, делали наброски. И потом возникали вот эти картины уже дома. Художники считают, что выставка получилась очень нетипичной. Даже те, кто много раз был в стране улыбок, обязательно откроют ее для себя заново. Главное присмотреться к экспонатам. Например, это колесо из Тика, которому больше 100 лет, еще недавно использовали в повозке. Теперь на нем изображены сотни буддистских легенд. И это еще один повод познакомиться с Таиландом поближе. Насыщенный какой-то энергетикой святости, духовности, буддизма, тепла, моря. И это такой глоточек чего-то очень приятного в декабрьские зимние вечера. Поэтому я в восторге. Уже всем рекомендую, уже всем пишу. Ульяна Крамаренко, Вячеслав Герич. Для Большого города.